Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. От южных морей до полярного края в Чуваши открылась межрегиональная конференция по развитию детского образовательного туризма. Доктора вызывали, на помощь больным приходит целая династия врачей. Рыцари детства. В Чуваши продолжается благотворительный марафон детского фонда. Увидеть не на страницах учебников, а в жизни. Вот суть одного из главных трендов детского туризма под названием «Живые уроки». Межрегиональная конференция по развитию этого направления открылась сегодня в Чебоксарах. От южных морей до полярного края. В нынешних условиях внутренний туризм – одно из самых перспективных направлений развития экономики. Коллизия на мировом туристическом рынке – хороший повод для регионов обратить на себя внимание. У нас достаточно объектов, достопримечательностей для показа туристам, для представления Чувашской республики в другом виде. Потому что сегодня, с учетом предъявленных санкций, с учетом закрытия границ, граждане Российской Федерации больше хотят отдыхать в своей любимой России. Хотят межрегиональные туристические поездки организовать. Туристические наши компании на это настроены. Все направлены в правильное русло. И по факту, я полагаю, и задачу поставил в течение трех лет, минимум увеличить количество туристов в 1,6 раза. В Чувашии самая большая река Европы, в Хакасии – горы и озера, в Свердловской области – прииски с самоцветами. Такие разные территории объединила одна общая идея. Мы – три пилотных региона, где стартовал федеральный проект в сфере школьного и образовательного туризма «Живые уроки». Туризм – это серьезно, особенно детский туризм. Наконец мы к этому пришли, что детский туризм – это не пошли в ценок, шашлычок под коньячок. Дети не сопровождают взрослых, они самостоятельны, у них есть свои интересы, и туризм должен это учитывать. Идея проекта – сделать экскурсии и туристические маршруты частью школьной программы и наладить между регионами обмен школьными группами. Подписывается договор между Российским союзом туриндустрии, который представляет как раз все туроператорское сообщество, и администрациями регионов. Разрабатывались экскурсии, они тут же утверждались педагогами, они тут же проходили через образование, и только вот после этого они вышли, так скажем, в свет. И уже проведены экскурсии с тестовыми группами. И вот мне туроператоры рассказывают, что мы не успели провести эти тестовые экскурсии, у нас столько заявок идет. На конференцию приехали представители 18 субъектов России, и спустя несколько часов после ее открытия в рядах пилотных регионов прибыло. Я с удовольствием присутствую сегодня на форуме. Я вижу много людей, которые понимают этот факт, и много людей не только из власти или людей самого образования, но прежде всего людей из туристического бизнеса, которые готовы договариваться с точки зрения развития ребенка. Мы хотим подписать соглашение о развитии данного направления. У нас есть свое представление по этому поводу, есть свои наработки, я думаю, они будут интересны всем. Вместе с Пермским краем подписали соглашение с Российским союзом туриндустрии, Республика Бурятия, Мариэл, Астраханская и Кировской области. Выставка фойе Чувашского драматического театра показала, к наплыву школьников, в том числе и из других регионов, туристический бизнес Чуваши готов. Этот форум посвящен живым урокам. А живые уроки – это то, что Чуваши предлагали всегда, потому что не было грамотности, не было письменности. И у нас как бы предметное изучение было, воспитание подрастающего поколения было на основе личного примера. И вот поэтому живые уроки, они были постоянно. И если взять любой предмет – астрономия, изучение Вселенной, математика, да посмотрите на нашу Чувашскую вышивку, ведь это чистая математика. На дискуссионных площадках не только делятся идеями и презентуют достопримечательности, здесь обсуждают проблемы. Специалисты говорят, до любого объекта нужно добраться, где-то ночевать и питаться, а значит впереди еще много работы по развитию туристической инфраструктуры. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Развитие туриндустрии – тема благодатная. У каждого региона, у каждого уголка России есть своя особенность, поэтому люди так любят путешествовать. Какой видится Чувашия на туристической карте страны, рассказали участники форума. В сердце Волги, да, как говорят, мне кажется, природа, мне кажется, вот это все наследие, достояние Волги, его надо максимально использовать, и оно было бы интересным. Ну, кроме того, находясь между, так скажем, на пути из Урала, Сибири в центральную часть и наоборот, наверное, тема транзитных пассажиров может быть тоже интересна. Предлагаем какие-то туры выходного дня, какие-то остановки. Сегодня активнее развивается эта мировая тенденция, тема, связанная с культурно-познавательным туризмом. Это очень красивый город, очень красивая природа. Мы несколько раз ездили и очень понравились. И кроме природы, здесь очень добрые, хорошие народы. И здесь тоже вкусная кухня. Это нам понравилось. Мы схожи с Чувашей, потому что вот вчера поинтересовались тоже тюркскоязычные, тюркскоязычный народ, что с Хакасией очень сродимо. И второй момент, очень важно, что у вас точно так же обращают внимание на второй язык, он у вас государственный, национальный, у нас это тоже присутствует. И это идентичность. Идентичность территории точно так же, как и в Хакасии. Поэтому есть очень много общего, но, конечно, есть различия по природной, по климатической составляющей. И я так думаю, что общие аспекты помогут нам взаимодействовать в дальнейшем. Завтра в Чувашии начнет работу шестой культурный форум по вопросу государственной поддержки национальных меньшинств. В Чебоксары прибыли делегации всех регионов Приволжского федерального округа. В программе форума научена практическая конференция, круглые столы, мастер-классы, выставка работ мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а также фестиваль народного творчества. Чувашия не в первый раз становится местом проведения масштабных форумов по национальной политике. Напомним, еще в 2004 году президент России, лидер партии «Единая Россия» Владимир Путин в Чебоксарах именно на примере Чувашии провел совещание по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. С проблемами и предложениями напрямую к главе. Сегодня Михаил Игнатьев провел очередной прием граждан по личным вопросам. Что волнует жителей республики? Какие проблемы удастся решить в первую очередь? А что требует времени? Знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Привет, всем приветствую вас, улыбайтесь, улыбайтесь, удачи, удачи. Личные приемы граждан Михаил Игнатьев проводит регулярно. Записаться на такие встречи может каждый желающий. В этот раз поговорить с главой республики смогли 4 человека. Надежда Захарова приехала в Чебоксары из Вурнарского района. В деревне, где она проживает, в прошлом году сгорел фельдшерско-акушерский пункт. За медицинской помощью людям приходится обращаться в другое село. Но расстояние между деревнями у нас очень большое. Поэтому неудобно нам туда ходить. И население большое. Надо целый день стоять пока, ждать. Вот я приехала сюда сегодня у Михаила Васильевича попросить, чтобы нам построили фельдшерский пункт. За последние годы в селах и деревнях республики было построено 100 подобных пунктов. В этом году программа будет продолжена. И в деревне Иршипосе уже в сентябре появится новый ФАП, ответил Михаил Игнатьев. А житель поселка Тюрлема Андрей Анилин обратился к главе с просьбой отремонтировать спортивный зал в местной школе. Так как у нас в школе учится 248 человек детей, из них почти 50%, это 112 человек, занимается в дополнительных секциях. Это помимо физкультуры. Очень хотелось бы ремонт сделать, поменять немножко холодновато окна, двери. Стоимость примерно 1 миллион, 1 миллион 200 тысяч рублей будет, если вы говорите окна. Душевых, наверное, там нету, да? Нету, вот, как бы хотелось бы тоже, если вот пятница, мы ходим заниматься, тоже переоделись быстренько и побежали домой. И какие раздеварки должны быть? Сумма эта не маленькая, скорее всего, надо будет объединять разные источники финансирования. Об этом должны подумать и местные власти, заметил Михаил Игнатьев. Родители воспитанников Кугейского детского сада «Крепыш» выступили с инициативой оборудовать автогородок. Транспортный поток очень увеличился в Кугейсах. И мы хотим, чтобы дети вот самого своего молодого возраста, младшего, могли изучать вот эти правила и использовать их на практике. Какие-то практические навыки, чтобы они получили вот именно с наденческого своего детского возраста. И мы надеемся, что они благодаря этому вырастут грамотными пешеходами. Михаил Игнатьев пообещал, что изучать правила в современном автогородке ребята смогут уже этим летом. Если на самом деле желание родителей есть, мы поддерживаем. У нас очень большое желание, да. Там бюджетные деньги, может быть, не хватит, но мы спонсоров там подключим, предпринимателей достаточно. Решить в этом году удастся и проблему труженицы тыла Нины Синицыной. На протяжении многих лет ее квартира страдала от потопов. Крышу дома коммунальщики все же заменили, а вот ремонт в комнатах так и не сделали. Мы вот на ремонт 50% с республиканского бюджета скомпенсируем. Но там городские власти могут свои средства выделить. И если точки зрения, в целом, если посчитать, общий кошелек, так скажем, да, я думаю, если их хватит на капитальный ремонт. Проблему Нины Петровны глава республики поручил держать на постоянном контроле городским властям. Вплоть до окончания ремонта ее квартиры. После личных встреч с главой региона все просьбы жителей ставят на особый контроль. Для многих приемная президента страны становится последней инстанцией и решить проблемы тех, кто обращается сюда, стараются в самые сжатые сроки. Медрик Ковалев, Андрей Шоклев, Республика. Инфраструктурные и инвестиционные решения для экономики региона обсуждали сегодня на республиканской конференции. В работе принял участие глава Чуваши Михаил Игнатьев. Вопросы повышения инвестиционной привлекательности и дальнейшего взаимного сотрудничества стали главными темами встречи главы республики Михаила Игнатьева с председателем Волговятского банка отделения Сбербанка Сергеем Мальцевым. Напомним, что соглашение между правительством Чуваша и Сбербанком России действует с 2014 года. За это время банк финансово поддержал ряд инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса, программы инфраструктурного развития, жилищного строительства и реформирования ЖКХ. Мы планируем достаточно серьезные инвестиции в развитие республики направить. Второе – это развитие социальных проектов, таких как транспортная карта, проект ладошки для наших детишек, когда они могут оплачивать в столовые, используя отпечатки своей руки. А родители, соответственно, могут видеть, что ребенок поел на обед. Это развитие биллингового центра, центра платежей. Мы будем об этом тоже говорить. Ну и прочие социальные проекты. Проекты на принципы государственного частного партнерства. Это очень важно для нас, потому что в бюджете с учетом падения реального сектора экономики не хватает. И мы ищем варианты. В стране реализуется стратегия социально-экономического развития 2020. Активным ее участником является партия «Единая Россия». В частности, партией разработан и реализуется проект «Национальная инновационная система». Он направлен на формирование в России экономики инновационного типа. Еще одной важной инициативой единороссов стало создание сервисной структуры «Открытая власть». Речь идет об открытии многофункциональных центров. Сегодня 94% населения Чувашии могут получить государственные и муниципальные услуги по принципу одного окна. Это совместный плод, совместный результат, совместные работы с «Единой Россией», главой Чувашской республики, правительства. Многие предложения будут уверенно претворены в жизнь. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Олег Якимов. Республика. Как быстро и эффективно сбить температуру? Что делать при отравлении? Есть ли польза от прививок? На все вопросы у врачей Григорьевых есть ответы. В их медицинской династии и невропатологи, и акушеры, и врачи скорой помощи. А общий трудовой стаж приближается к отметке в 300 лет. Геннадий Григорьев родился в послевоенное время. Медиков не хватало, а болезнь не считалась уважительной причиной неявки в поле. Его мама работала в колходе. Из-за тяжелой работы, плохого питания и отсутствия витаминов развился коксартроз, заболевание суставов. Маленькие Гены с сестренкой зарабатывали трудодни и мечтали стать врачами, чтобы помочь маме. Вместе закончили фельдшерскую акушерскую школу в Калаше. Анастасия стала акушеркой и посвятила работе свыше 40 лет. А Геннадий закончил медицинский факультет Казанского института, работал в Янтиковской районной больнице. Туда на практику направили его будущую жену Евдокию Ивановну. Я любила очень сильно медицинскую профессию. Я всегда мечтала стать врачом. Сначала я фельдшером работала, потом врачом. Безотказные мы были, мы всегда бегали, работали, подвижные были в больнице. Не знаю, мне нравится эта профессия. И нравилась всегда. Они вместе переехали в Кугесе и уже не покидали стен центральной больницы. Старший сын стал юристом, а дочь Ирина пошла по стопам родителей. Девочка росла в окружении врачей и с ранних лет знала, зачем нужна зеленка и почему нельзя играть с градусником. Вопрос о выборе профессии фактически не стоял. Я сразу поступила в медицинский факультет Чувашского государственного университета. В 1990 году я его окончила. И в этой больнице уже работаю 24 года. У нас по специальности анестезиолог-реаниментолог. Профессия сложная, требует отдачи энергии, но приносит удовлетворение. В медицину пошли и двоюродные сестры Иры. Как с маминой, так и с папиной стороны. Даже родной брат женился на врачах у шар-гинекологи. Всего в династии 9 врачей разных специальностей. Трудятся они не только в Чуваши, но и в Ярославле, Москве и даже в Канаде. В семье считают, что любовь к профессии им привел Геннадий Иванович. В медицинской профессии мне саму нравится очень. Так что советую только медициной идти. В Чебоксарской районной больнице династия Григорьевых не единственная, но самая многочисленная. Как отмечает главный врач Владимир Дубов, стать специалистом проще, если есть опыт семьи. Когда есть человек, которому можно обратиться в трудную минуту, посоветоваться в организационном плане, в административном плане, иногда даже и в лечебном, всегда помогает сделать предоставление медицинской услуги более качественной. Конечно, это здорово. Во-первых, та атмосфера в семье, она позволяет человеку формировать с самого начала те необходимые навыки и компетенции, которые помогают ему стать очень хорошим доктором. Екатерина Куприна, Леонид Алтухова, Олег Якимов, Республика. Сегодня в Чебоксарах открылась научно-практическая конференция, посвященная 60-летию республиканского эндокринологического диспансера и эндокринологической службы Чувашии. В столицу республики приехали специалисты-эндокринологи, терапевты, врачи общей семейной практики из Москвы, Казани, Перми, Нижнего Новгорода и Шкаралы. В рамках конференции прошло обсуждение итогов и перспектив развития эндокринологической службы республики. Специалисты отметили новые методики оказания медицинской помощи пациентам с остеопорозом. Интересен гостям и опыт сотрудничества диабетической общественной организации с врачами-эндокринологами республики, который налажен в республиканском эндокринологическом диспансере. 60 лет – это очень серьезная дата, это очень серьезные достижения, которые уже есть сегодня. Я всегда подчеркиваю, что диспансер всегда отличался очень хорошей организацией, очень большой четкостью в своей повседневной деятельности. Это, наверное, очень важно. И здесь очень давно функционирует кабинет диабетической стопы. В республике продолжается благотворительный марафон именем детства во имя детства. За месяц его копилка пополнилась на 2,5 миллиона рублей. Сегодня свои средства Канажскому отделению детского фонда передали сотрудники Федерального центра травматологии и эндопротезирования. Коллектив учреждений участвует в благотворительном марафоне каждый год. За прошедший месяц в общую копилку перечислили взносы более 400 организаций республики. Представители Российского детского фонда надеются, что в этом году общими усилиями удастся собрать более 10 миллионов рублей. Студенты Чувашского государственного университета активны везде и, безусловно, не могли обойти своим вниманием эту крупную акцию, как данный марафон. И собирают средства не только в денежной форме и перечисляют на счета соответствующие, но и участвуют активно, лично в посещении детских домов. Я могу назвать детские дома Шумерли, Паецкого, Республиканский центр реабилитации детей с задержкой в развитии. Кроме финансовых средств мы еще и материальные средства принимаем. Кто-то едет непосредственно в детские дома, в школы-интернаты, просто в детские садики. Или к детишкам, которые имеют какие-то ограниченные свои физические возможности. Они едут к ним с куклами, с подарками, с мишками, с игрушками. Мы тоже принимаем и такое участие в нашем марафоне. Завтра в стране отмечают важную дату – годовщину воссоединения Крыма и России. Два года назад, 18 марта, был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации. Два года назад жители Чебоксар точно так же собирались вместе, чтобы выразить свою солидарность с народом Крыма. В те дни крымчане встали перед историческим выбором и сделали его в пользу России. 97% жителей полуострова проголосовали за единство, дружбу и взаимопомощь. За два года удалось сделать немало. Между Чувашей, Республикой Крым и Севастополем подписаны соглашения о сотрудничестве. Регионы обменялись делегациями. Ряд представителей крупного и среднего бизнеса наладили совместную работу. Крепче стали и общественно-культурные связи. Большой концерт «Мы вместе», посвященный двухлетию воссоединения Крыма и России, пройдет на Красной площади Чебоксар в пятницу, 18 марта. Начало в 17 часов. Чуваши в Крыму. В почтовое отделение Республики поступил конверт с изображением одноименной картины Никиты Сверчкова. Конверт выпущен издательским центром «Марка» в честь 125-летия народного художника Чуваши, одного из основателей профессионального искусства в нашей Республике Никиты Сверчкова. Также в марте будет выпущена немаркированная почтовая открытка, посвященная 80-летию народного художника Чуваши, автора государственных символов Республики и герба города Чебоксары Ильи Юрьева. На открытке поместят копию его картины «Натюрморт с серпом». Сегодня в эфирах сразу двух телевизионных каналов национального телевидения и ГТРК Чуваши стартует проект под названием «Я люблю Чувашию». Тележурналисты объедут всю Чувашию, чтобы рассказать в своих программах, чем примечательны районы, какие люди составляют их славу. Первую программу о Ядринском районе и городе Ядрин снимали наши коллеги из ГТРК Чуваши. Купеческие дома вековой давности, национальное блюдо шортан, скаковые лошади со знаменитого на всю Российку незавода и, конечно, река Сура, протекающая по территории района. Это лишь часть того, чем могут гордиться ядринцы. Жители рассказывают о достопримечательных стихствах своей малой родины, ее героях, о мифах и легендах края. Смотрите первый фильм «Я люблю Чувашию» сегодня в 20.40 на национальном телевидении Чуваши. Творческая группа нашего канала уже готовит второй фильм о Маргаушском районе. Таким был этот четверг глазами корреспондентов национального телевидения Чуваши. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире. Хотите совершить увлекательное путешествие в эпоху мезозойской эры? Тогда вам сюда, на уникальную выставку «Мир динозавров». 30 монстров шевелят лапами и хвостами, открывают пасть, моргают и даже дышат. Кстати, каждый герой этой выставки оснащен специальным датчиком движения. Пока около зверя никого нет, он неподвижен. Но как только вы приблизитесь к нему, он сразу начнет шевелиться и рычать. Ну а выглядят динозавры, как живые. Кажется, сейчас этот монстр махнет мощным хвостом и перепрыгнет через ограждающий барьер. Выставка, как скажем, по последним технологиям, более уже с каждым годом совершенствуется. Мы что-то дополняем, добавляем. Были в 2013 году здесь, но сейчас добавили несколько экспонатов, улучшили, что-то добавили, свет, декорации. Ну и вновь посетили чебоксары. На каждой выставке есть определенные, которые все знают. Это трицератоп, стиранозавр, допустим, диплодок. Но на некоторых выставках присутствуют, допустим, какой-то конек у кого-то свой есть. У нас, допустим, тоже есть недавно открытые, как газозавр, герерозавр, ахиллобатор. Вот такие экспонаты у нас присутствуют. Мир динозавров не единственный выставочный зал. Параллельно в павильоне работает экспозиция восковых фигур, герои сказок, современных мультфильмов, знаменитости. А всего более 50 экспонатов. Плюс старая, добрая комната смеха. Еще один зал – выставка патологии человеческого тела кунсткамера. Ошибки природы и последствия употребления алкоголя, наркотиков и табака – вот главные экспонаты этого зала. И каждый из них по-своему завораживает. Я пришел впервые сюда. Я поражен это в хорошем смысле, потому что в самом деле все так здорово. Такие динозавры, восковые фигуры, богатые декорации, очень много площадей, очень много экспонатов. Все так качественно сделано. А если вы еще не успели познакомиться с животными, обитавшими на Земле в различные исторические эпохи, то у вас есть такая возможность. Выставка работает до 3 апреля ежедневно с 10 до 19 часов в МТВ-центре на пятом этаже. Редактор субтитров А.Семкин